всем привет с вами newsblock крипто на канале крипто комманс начинается новая неделя а с ней начинаются и новые возможности не заблудиться в которых мы вам и помогаем отбирая самые интересные самые свежие а главное самые важные новости из крипто мира чтобы вы не тратили свое ценное время читая все подряд потому что мы вас любим и если это взаимно то поставьте под видео лайк подпишитесь на канал нажмите на колокольчик и оставьте свой бесценный комментарий который мы прочитаем и обязательно на него отреагируем и так сегодняшнем выпуске майкл селлер снова скупает bitcoin генеральный директор galaxy digital майк новоград считает что bitcoin вырастет значительно к концу этого года не хорошая тенденция взлом твиттера микростратеджи привел к потере почти половины миллиона долларов и завершить наш сегодняшний выпуск обзор и прогнозы по рынку вместе с кевином свэнсоном оставайтесь с нами и так у майкростратеджи очередной огромный закуп 3000 биткоинов по цене 51,8 тысячи долларов майкростратеджи только что объявила что купила еще 3000 биткоинов цена каждого из которых составила 51 тысячу восемьсот тринадцать долларов сша благодаря этому шагу майкростратеджи в настоящее время является счастливым обладателем 193 тысяч биткоинов в общей сложности они обошлись компании в 6,09 миллиарда долларов при этом их средняя цена составляет тридцать одну тысячу пятьсот сорок четыре доллара за биткоин в текущих ценах общий стек стоит чуть менее 10 миллиардов долларов что обеспечивает доходность компании около 63 процентов что тут можно сказать да в целом все понятно майкростратеджи продолжает и будет продолжать скупать биткоины поднявшись выше уровня воды точнее выйдя из убытков компания а вместе с ним ее генеральный директор майкл сэйлор теперь будут чувствовать себя отлично ведь цена биткоина скорее всего будет двигаться только вверх и даже если будет падение приближаясь к отметке в тридцать одну тысячу долларов что выглядит сейчас маловероятным но мы-то с тобой знаем дорогой зритель что крипто рынок удивить может всегда компания будет оставаться в плюсе но любой рост и дальнейшее движение выше этой отметки будет приносить компания колоссальный положительный баланс да к сожалению у крипты есть один минус ведь пока ты ее не продаж зафиксировать прибыль невозможно но если мы с вами посмотрим на многолетнюю историю биткоина а также крипты рынка в целом добавим сюда его молодой возраст и сравним с другими рынками на стадии их формирования то дорогой зритель придем к следующему выводу вероятность того что в долгосроке капитализация биткоина будет падать выглядит абсолютно маловероятный так что пережив тяжелые времена находясь под уровнем воды microstrategy оказалась в состоянии о котором мечтает практически каждый долгосрочный трейдер наличие уверенного плюса и минимальной страхи по просадке выводы дорогой зритель делай сам ведь ты прекрасно знаешь что это не финансовый совет продолжает наш сегодняшний выпуск интервью на 7 бисейского бокс генерального директора galaxy digital майка новоградс где он рассказывает и объясняет свое видение возможного падения цены биткоина а также его ожидания цены к концу года давайте послушаем если я спрошу тебя а возможно падение цены вниз биткоина какая она будет на твой взгляд и знаешь 45000 42 тысячи и что же это за причина такая это может быть какой-то регуляторный выпад либо это может быть попросту какая-то ситуация на рынке может быть какой-то страх людей но я не вижу это как высоковероятностное событие мы прорвались наверх сейчас посмотри на графике мы прорвались через 45 и пробиваемся все выше ситуации которая часто происходит на рынке знаешь зарабатывать деньги не должно быть легким путем пару раз надо хорошенько напугаться вот что на самом деле описывает ключевое ядро сообщества биткоина они просто принимают эту боль берут и покупают еще больше вокруг этого имеет система глубокой веры в этот класс так что я не удивлюсь если произойдет что-то на что мы сейчас не обращаем внимание недавно у нас в гостях был том ли где он рассказал что считает возможным роста цены биткоина к концу года до 150 тысяч долларов что ты думаешь знаешь когда в рынок поступают новые покупатели и начинает пробиваться вверх предсказать цену тяжело я думаю что мы уйдем на тест исторического максимума в довольно таки короткий период времени и если преодолеем 69 тысяч знаешь обычно с первого раза это не происходит мы ее касаемся потом откатываемся вниз затем чудовищно злимся сами на себя потому что не продали или не закупились потом он слетает снова но как он только пробиваем 69 мы можем пойти на 150 или 125 тысяч ох ребята вот слушаю я вас и пребываю в полной уверенности что впереди ожидают только золотые горы но именно в такие моменты золотые горы превращаются в огромные впадины точнее бездны поэтому и ты дорогой зритель иллюзий не питай вся прелесть а одновременно и ужас крипто рынка заключается в том что он совершенно непредсказуем он жесток чудовищен непонятен и всегда идет против толпы а главное он не подчиняется никакой логике поэтому даже абсолютно железная логика согласно которой в рынок поступают новые средства рынок растет и впереди нас ожидает только ту зиму могут оказаться полной шляпой единственно важное но в этой истории заключается в том что все-таки имеет место положительный тренд мы растем и это очевидно поэтому вопрос лишь в том как долго этот тренд продолжит расти и все имеющиеся в настоящий момент данные по рынку говорят одно тренд расти продолжат однако дорогой зритель мы также хорошо помню что всегда имеют место очень внезапные коррекции и иногда они вытряхивают так сильно что начинают сыпаться кирпичи и вот в такой момент главное не запаниковать для этого нажми на колокольчик напротив канала crypto commons и всегда оставайся с нами ведь в любой момент мы всегда готовы поставить крепкое и надежное плечо и так взлом твиттера microstrategy привел к потере инвесторами 4 40 тысяч долларов хакеры получили несанкционированный доступ к учетной записи microstrategy и опубликовали фишинговую ссылку для airdrop а на официальном аккаунте microstrategy появился твит в котором говорится о запуске токена mstr на блокчейне эфириум как сообщил аналитик по кибербезопасности зак xbt этот несанкционированный пост уже привел к значительному убытку в размере 4 40 тысяч долларов и вот что черт возьми в этой ситуации характерно компании монстры крупнейшие корпорации для которых twitter используется как официально информационное окно умудряются допускать такие невероятные косяки ведь буквально недавно на наших с вами глазах взломали страничку сек что привело к огромной манипуляции в рынке и огромным убытком хотя мы помним что у медали две страны и кто-то на этом заработал ну ладно страничка сектом заправляет гарри и я не удивляюсь тому что у этой страничке была отключена 2 фай но взлом twitter microstrategy буквально спустя полтора месяца не лезет ни в какие ворота продолжая эту тенденцию следует ожидать взлом странички на твиттере илона маска ведь согласись дорогой зритель звучит это абсолютно абсурдно маловероятно а значит а вот возьмет и произойдет единственный в этом безумии что греет мою душу то что твоих средств дорогой зритель среди этих украденных 440 тысяч долларов конечно же нет потому что ты регулярно смотришь наши выпуски и знаешь что вестись на эти аирдропы раздачи и даже указанные на страничке твиттера microstrategy халявные токены конечно нельзя всегда перепроверяй свои источники информации и доверяй только тем кто дорожит своей репутацией в общем следи за собой и будь осторожен и завершает наш сегодняшний выпуск кевин свэнсон со свежим взглядом на параболический рост биткоина текущую ситуацию рекогностировку а также предположение куда цена пойдет дальше и делает это кевин используя свой опыт буквально по учебнику знаете что биткойн это делает каждый цикл какой-то момент он всегда формирует параболический тренд и сейчас многие смотрят на тренд биткоина и картинку на учебнике думая а где же мы находимся рассуждая думая споря и сомневаясь но есть один очень легкий и точный путь определить на каком уровне мы находимся это те моменты когда цена биткоина встречается с трендовой линией я думаю что сейчас это ясно как божий день мы приближаемся ко все более крутой части параболического тренда и именно там где находится база номер три смотрите она очень крутая и вот мы здесь она реально крутая но что же произойдет дальше как высоко мы поднимемся и здесь учебник нам подсказывает что после базовой точки номер три цена удваивается то есть 45 тысяч долларов умножить на 2 равно цели нашей параболы то есть 90 тысяч долларов будет наша цель в соответствии с учебником и это невероятно интересно потому что буквально недавно я баловался с чад же 5 то есть использовал искусственный интеллект для того чтобы посчитать постепенно уменьшающиеся приросты в последовательности скачков цены как для вершин так и для низов 60 тысяч разделенное на 6 10 тысяч разделенные на 5 2000 разделенный на 4 что дает нам 500 процентов разделенной на 6 разделенной на 5 разделенной на 4 что приводит нас к 95 тысячам что является определенно интригующим то что информация из учебника соответствует тому что подсказал и и что таким образом приводит нас к двум результатам находящихся в пределе 90 95 тысяч но хочу отметить что все эти расчеты является ли эта теория 5.3 либо результат полученный с помощью искусственного интеллекта по расчету уменьшающегося отношения чтобы это не было это как бы все равно слабый анализ поэтому я хотел бы его значительно усилить ведь в большей степени все происходящее связано со взаимодействием внешнего мира нежели с конкретными цифрами поэтому если посмотреть на вещи которые реально имеют значение мы приходим к балансу фрс и глобальной ликвидности индексу глобальной ликвидности и здесь мы видим что даже несмотря на то что баланс фрс был горизонтальным индекс глобальной ликвидности был на крупном подъеме биткойн за ним следовал биткойн достиг вершины прямо на вершине индекса глобальной ликвидности зачем вместе с ним пошел в боковик и затем снова вверх затем пошел вместе с ним вниз и он как бы следует за этим индексом глобальной ликвидности. И сейчас биткоин находится очень близко к своему историческому максимуму. И если мы начнем наблюдать за возвращающимися обратно деньгами, если денежный принтер снова заработает, и баланс ФРС начнет расти, и глобальная ликвидность начнет расти, то это может привести к тому, что цена биткоина немного пойдет также выше. Или же даже намного больше, чем толпа ожидает. И говоря об этом, я вспоминаю тех людей, которые говорят о том, что биткоин не преодолеет в 100 тысяч долларов отметку. Но в предыдущие циклы биткоин уходил выше, нежели индекс глобальной ликвидности. А теперь у нас биткоин идет в тренде против цикла глобальной ликвидности. Поэтому если индекс глобальной ликвидности разворнется в нашу сторону, это будет двойным ударом. Биткоин сейчас уходит от индекса ликвидности в положительную сторону. Ведь у нас есть одобренный ETF, у нас приближается халвинг. То есть для биткоина и крипто есть очень много хороших вещей. Так что для себя я решил оставить открытые двери для идеи того, что в этом рынке нежданное может быть очень вероятным. И в этом случае моя расчетная вершина на уровне 142500. Но для забора прибыли конкретную цену я ждать не буду. Потому что повторюсь, что я создал индикатор прибыли и циклов халвинга, чтобы обеспечить себе сбор прибыли, независимо от того, какая будет цена, а опираясь только на время. То есть я буду ориентироваться на цены, но прежде всего я буду ориентироваться на время. То есть если мы достигнем этих цен, я заберу часть прибыли. Но если мы достигнем определенного времени, я также заберу часть прибыли. Вот каким образом вам следует забирать вашу прибыль. То есть не опирайтесь лишь на одну цифру, на одну вещь, на один индикатор. То есть имейте несколько планов по сбору прибыли, чтобы вы могли ее получить независимо ни от чего. Что ж, Кевин, спасибо за глоток свежего воздуха. Некоторые вещи ты уже говорил, но мы прекрасно знаем, что закрепление материала идет только на пользу. Но главное правило мы от тебя услышали. Никогда не используйте для принятия решения что-либо единичное. Самый правильный подход это диверсификация, которая нужна не только в инструментах для определения принятия решений в трейдинге, но также и в источниках информации, которые вы используете для принятия таких решений. В свою очередь мы делаем все от нас зависящее, чтобы источник информации на канале CryptoCommons для вас был хорошим и надежным информационным другом. Мы очень стараемся и надеемся, что вам это нравится. И если это так, то нажми на лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, что тебе зашло, а что нет. Мы его прочитаем и сделаем себя немного лучше. На этом у меня все, я желаю тебе отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске.